Друзья, всем привет! Сегодняшняя тема снова микросервисы. Это видео будет вступительным, мы будем делать некоторое количество сервисов, но перед тем как начать делать их и связывать их между собой, мы немножечко поговорим про теорию. Итак, поехали! Давайте предположим, что у нас есть два микросервиса, микросервис 1 и микросервис 2, и допустим микросервис 1 хочет получить с микросервиса 2 какие-то данные. Мы предположим, что у нас нету никакого сервера авторизации, то есть у нас OS 2.0 не работает, у нас локальная сетка, и в общем-то мы говоря формируем запрос, например, при помощи http-клиента, который можно получить при помощи http-клиент-фектор, если говорить концептуально про, например, sp.net-core. В общем, мы создаем http-клиент, отправляем запрос и тут же получаем request, в смысле response, извиняюсь, и здесь у нас как бы все понятно. Полетел request, получили response, никакого identity сервера у нас нет, или сервера авторизации, или какого-либо другого сервера, отвечающий за идентификацию сервиса в сети. В общем, мы его не используем. И здесь вот самый простой вопрос, http-запрос, без токена, все просто и понятно, в предыдущих видео это описание как-то работает, есть. Другой вопрос, когда мы все-таки используем identity сервер, он у нас есть, и здесь немножко схема работает по-другому. У нас microservice 1 делает запрос на identity сервер для получения токена, то есть для того, чтобы сервис идентификации его авторизовал, то есть идентифицировал и, собственно, определить, что этот сервис имеет право делать запросы. Сервис 1 получает токен, там, не знаю, есть разные варианты авторизации, есть сервис-то-сервис-коммуникейшн, в общем, где-то есть видео, которое это описывает. Будем говорить просто, есть microservice 1 идет на identity сервер, получает токен, и этот токен возвращается в microservice 1, то есть это дополнительный, то есть вот этот получение токена, это реквест. И потом microservice 1, используя этот самый полученный токен в хедере, например, да, отправляет этот microservice 2 запрос, microservice 2 идет на identity сервер, проверяет валидность этого токена, потому что оба сервиса должны быть подключены к identity сервер, например, или к серверу авторизации. И если запрос валидный, то есть этот токен актуальный, не истек, или нету там, или есть право запрашивать этого microservice 2, данные microservice 1 получает респонс, и, в общем-то, здесь тоже все работает очень просто. Одно из предыдущих видео в этой подборке, в этом плейлисте, показывает, как это можно сделать, как это работает. А теперь давайте перейдем к более сложным вариантам. Итак, что касается очереди сообщений. Ну, во-первых, надо сказать, что это какой-то сервер, или сервис, если хотите, в вашей локальной или корпоративной сети, или, возможно, даже на каком-нибудь бесплатном провайдере, или у какого-нибудь там в контейнере, я не знаю. Ну, в общем, есть какая-то железяка в сетке, возможно, даже виртуальная, на которой лежит определенная программа, которая получает сообщения, обрабатывает их, то есть разруливает по разным маршрутам, соответственно, раскладывает их в очереди и передает вот эти вот данные для адресатов. Адресаты подключены непосредственно к этому же серверу, и при получении какого-то сообщения в их очередь, они его получают. Очередь сообщений работает по протоколу Advanced Message Queue протокол, хотя есть и другие протоколы. Мы будем говорить именно про этот. Этот стандарт используется практически на всех реализациях. RabbitMQ, Azure, в общем, там сервис баз есть, ну, в общем, неважно. Я буду останавливаться на тех, которые я буду использовать в своих примерах. Я немножко попозже вам покажу, что такое RabbitMQ, и как им сложно управлять, и, собственно говоря, тут суть вот в чем. Смотрите, у нас есть два микросервиса, считайте, что это две железки в интернете или в локальной сети, неважно. И еще одна железка, какой-то сервер, или, опять же, виртуальный на самом деле, RabbitMQ. Здесь уже немножечко другого типа коммуникации, то есть сервис до сервиса не отправляет никаких сообщений. Речь идет о том, что микросервис 1 отправляет свой месседж, свое сообщение, свой пакет, свой набор данных в RabbitMQ. То есть в какой-то очередь. Здесь дальше получается следующее. Как только микросервис 2 увидит, что в его очереди сообщений появился месседж, он его получает. Суть вот в чем. RabbitMQ, например, RabbitMQ, или вот этот месседж-протокол, он является такой набором очередей, куда, собственно говоря, вот эти сервисы при старте сервиса подключаются и устанавливают прямое соединение. Ну, грубо говоря, наверное, это происходит по, как же объяснить, full duplex, да, вот если знаете, что такое. То есть они подключаются, настраивают подключение и, собственно говоря, ждет. Один отправил, другой получил, все это происходит моментально. То есть никакого реквеста, респонза, грубо говоря, нет. Итак, что нужно сказать. Месседж, то есть месседжи могут накапливаться, то есть они могут распределяться, да, то есть RabbitMQ может быть настроен таким образом, чтобы получать 10 сообщений, а потом все 10 отправить. Или 10 получить и отправить по одному. В общем, это все в процессе настройки можно выяснить. Если вам интересно, пожалуйста. Но я буду говорить очень просто. Месседж сервис 1, то есть микросервис 1 отправляет какое-то количество сообщений в RabbitMQ. И, собственно говоря, как только Месседж сервис, ой, микросервис 2, извиняюсь, получил в свою очередь какие-то сообщения, он их читает. В общем, здесь на самом деле все просто. Единственное, что я бы хотел показать вам, что такое RabbitMQ и почему с ним сложно работать. Перед вами сайт rabbitmq.com, то есть это тот самый сайт, на котором, собственно говоря, можно скачать этот RabbitMQ и установить. Его можно использовать, но не буду погружаться в подробности, мы об этом поговорим в другой раз. Сейчас будем говорить про то, как его использовать. Во-первых, можно его установить, то есть напрямую в систему, можно использовать Docker Image. Но я вам хочу показать, что на самом деле возможностей у него очень много, в том числе и языки, на которых можно его использовать. В том числе и C-Sharp, собственно говоря, это как раз тот самый ISP.NET Core, который мы будем использовать. Ну, ключевой момент, смотрите, вот что. То есть у нас есть какой-то, так сказать, паблишер, да, есть консумер. У нас есть очередь сообщения, то есть вот здесь на картинке, да, какое-то там сообщение падает, очередь, и консумер читает. Как вы видите, вариантов использования на самом деле очень много. У нас может быть, например, два консумера, то есть потребителя. Потребитель один, потребитель два, и тогда они по очереди будут раздавать балансировку, то есть балансируют эти вот месседжи, будут передаваться в разные консумеры. Это как бы вот варианты есть, да. Есть другое, есть такое понятие, как publish subscribe. То есть я сейчас пытаюсь вкратце описать возможности этого самого RabbitMQ и как работает очередь. То есть какой-то паблишер, да, публикует в какой-то широкобещательный такой процесс, да, то есть все сообщения, говорит, я, ну, например, создан новый там пользователь. И в разные очереди раскладывается информация о том, что созданы пользователи. Например, здесь какой-нибудь в первой части, да, консумер 1, он создает для него профиль, когда консумер 2 создает для него, допустим, там какие-то кредитные данные, ну, например, в банке. И вот этих консумеров может быть много, и вот тут publish, subscribe, pattern отлично работает. Дальше. Смотрите, у нас может быть еще такое понятие, то есть в RabbitMQ реализован роутинг. Он позволяет, то есть управлять сообщениями на основании, ну, то есть на основании роута, да, то есть это стринг обыкновенный, возможно, с какими-то там звездочками, решетками, если хотите. Ну, то есть специализированный, созданный какой-то вот формат сообщения, да, стринг сообщения, то есть текстового, который может вот на основании вот этого вот сообщения RabbitMQ распознать и положить в нужную очередь. Тоже на самом деле интересная штука, и можно делать достаточно серьезные вещи. То есть получается, что консумер, какой-то определенный консумер, может получать из какой-то очереди только те сообщения, которые адресованы ему, и только в том формате, если хотите, который обычно он получает. Есть понятие topic, да, когда мы можем использовать этот паттерн, то есть topics, когда там уже не конкретные названия месседжа, да, то есть если вот в данном моменте, не знаю, видно или нет, там не используются звездочки, то есть конкретное название какого-то очереди, то в топиках можно делать, допустим, подставлять там звездочки, да, это будет означать какую-то часть маршрута, или, допустим, точки, или еще какие-то варианты. Ну, то есть, если вам интересно, можете почитать, но, собственно говоря, к чему я веду. Я этим уже давным-давно не пользуюсь, потому что есть некоторые сложности. Ну, вот даже если взять самый простой пример и на C-Sharp, о чем я хочу сказать, то есть продюсер, я извиняюсь, не паблишер, продюсер я оговорился, продюсер тот, кто публикует сообщения или отправляет сообщения, и консумер, который их потребляет. Здесь, на самом деле, как бы вот даже в самом простом варианте, здесь, ну, как вы видите, есть достаточно большое количество описаний, да, то есть информация о том, как это все нужно создавать, запускать, подключать, настраивать каналы, название вот этого самой очереди, настройки, эксклюзивность, вот это вот, автоделит, вот эти вот все настройки, они, ну, на мой взгляд, вот при использовании RabbitMQ напрямую, да, не очень очевидны, да, хотя, конечно, со мной могут поспорить люди, все познается сравнением, я только из этих соображений говорю, то есть, если вы, вот, реально занимаетесь RabbitMQ, управляете, там, настраиваете, это очень удобно, вы все знаете, вам никакой дополнительных штук не нужно. Ну, собственно говоря, я работаю в C-Sharp, я работаю с объектами, то есть классы, интерфейсы, там, коллекции, и мне бы было бы удобно в другой сервис отправлять класс, и там, в этом классе, ой, в этом сервисе получать этот класс. Что касается использования RabbitMQ, то мне нужно, как вы видите, body, это сериализованная строка, ну, или, допустим, байты, да, то есть, я могу отправлять строку или байты, то есть, вот, message, hello world, и я от него превращаю в body, то есть, делаю байты из него, и, собственно говоря, отправляю. Собственно, речь идет о том, что для того, чтобы получить это в другом сервисе, мне нужно проделать операцию обратную, и это, на самом деле, не очень удобно. Что же касается других вариантов использования, там все усложняется, ну, если не с, ну, я бы сказал, с геометрической прогрессией, ну, хотите поспорить, давайте поспорим. Ну, реально все усложняется, потому что вам нужно учитывать еще и не только, то есть, ключи, да, то есть, роутинг, ключи, там, маршруты, которые будут строиться, ну, и несколько других нюансов. Тоже такой, это, на самом деле, нетривиальный вопрос. Конечно, с этим можно разобраться, с этим можно работать, опять же, на вкус и цвет, но, опять же, хочу вас заверить, что есть более простой вариант, и я сейчас дальше про него скажу. В общем, если вы будете использовать еще более сложные варианты, например, роутинг, то сложность, она, на самом деле, нарастает. И вот в таких вот, когда вы, в таких вот вариантах, когда вы экшенжи настраиваете, и вот эти вот все роуты, в общем, ну, я не знаю, я не на то, чтобы там не использовать, используйте, если хотите, но я просто хочу показать более простой вариант. Мне кажется, настройки RabbitMQ, это офигенно классная система, но настройки, использование его, особенно при типизации, то есть, при C Sharp, да, когда у вас типы определенные, это, ну, такой нетривиальный вопрос. И запутаться вот в этих настройках, на самом деле, ну, мне кажется, очень легко. давайте тогда переключимся в этот, как его называют-то, в PowerPoint, и продолжим уже дальше. Я вам сейчас расскажу про одну штуку, которая называется надстройка. Она им носит название Mass Transit, и работает она немножечко более интереснее, чем другие штуки. Итак, RabbitMQ отодвигаем наверх, и между ними втыкаем Mass Transit. Mass Transit, это, я уже говорил, надстройка. Кстати, это надстройка не только на RabbitMQ, это надстройка на несколько вот этих вот серверов сообщений, очереди сообщений. И, в общем-то, здесь уже получается работа с Mass Transit, идет с микросервисами, а Mass Transit непосредственно там в глубине, где-то, в душе, в настройках своих использует RabbitMQ. Также Mass Transit может использовать и in-memory режим, но я рекомендую использовать RabbitMQ, потому что он, потому что RabbitMQ на самом деле обалденная штука, в том числе и персистентности, да, то есть, ну, ладно, не буду вдаваться в подробности, давайте дальше. В общем-то, сервис 1 и сервис 2 все по такому же принципу работает, то есть, мы формируем объект, это ViewModel какой-то, или модель, или ViewModel Transport, или там Transport ViewModel какой-нибудь там Person, да, например, Transport, или Person Request, обыкновенный класс или набор классов, и отправляем его через Mass Transit и, соответственно, в микросервисе 2 мы получаем этот же объект, то есть, непосредственно Person, да, там, Transport, или там Person Request, например, да, и формируем Response, собственно говоря, то есть, Person Response, если хотите, наполняем нужными данными и, собственно, выполняем обратную операцию Response, опять же, через Master Transit. Все на самом деле получается настолько прозрачно и просто, что, ну, в общем, я других вариантов на данный момент не использую, и, собственно говоря, вам рекомендую вот этот подход. Плюсы. Давайте опишем плюсы. Первое. Во-первых, вы что отправили, то и получаете. Во-вторых, вам не нужно управлять вот этими очередями, вам не нужно управлять эксченджами. Ну, давайте, ну, ладно, в другой раз покажу, что такое, как выглядит RabbitMQ, что такое очереди и эксченджи. То есть, вот эти вот настройки самого RabbitMQ, они достаточно такие, ну, не знаю, наверное, нетривиальные, наверное, можно проще сказать, то есть, непростые, да, то есть, нужно понимать, что вы делаете, какие эксченджи, какие бандинги отдают, очереди, подпит... Ну, в общем, это на самом деле не так просто, как кажется на первый взгляд. Что делает MassTransit? MassTransit берет на себя все вот эти вот задачи и создает все очереди и эксченджи автоматически. Это очень удобно. И на самом деле, если учесть, что сама настройку MassTransit RabbitMQ берет на себя, и вот это вот обслуживание очередей и эксченджей для вас, оно, в общем-то, сводится к нулю. По большому счету, я так буквально несколько раз, ну, в неделю, там, в месяц, может быть, да, когда все отлажено, захожу в этот RabbitMQ и смотрю, какие очереди созданы. Ну, бывает, да, что там, если что-то вы сделали неправильно в коде и не та очередь, то там создаются специальные очереди, где в конце, да, с суффиксом подчеркивание error или подчеркивание skip it, и вот их нужно просто посмотреть, почему они не дошли до адресата. Это вот единственное, чем я занимаюсь. То есть, на продакшене, как бы, я даже не лазил в этот RabbitMQ, потому что все отлажено, все работает, все стреляет. Ну, наверное, нужно показать, что такое MassTransit. Давайте я сейчас переключусь в браузер. В общем, передавая вашими глазами MassTransitProject.com, в общем-то, это как раз тот самый MassTransit. Ну, и чтобы не быть голословным, я, в общем-то, вам покажу буквально там то, чего описано на самом сайте. То есть, что это такое. А давайте вот так нажмем Get Started и посмотрим. В общем, что такое MassTransit? Это самый простой способ общения через Rabbit, например, который позволяет использовать очереди сообщений этого самого Рэббита. И MassTransit, получается, разруливает это на программном уровне, вот эти вот сериализации и десерилизации, которые очень удобно использовать на разных микросервисах. Минусы, собственно говоря, тоже есть. У вас должна быть какая-то сборка. То есть, смотрите, я часто программистов встречал, потому что приходится с ними встречаться, который спрашивает, почему-то не работает. то есть, если мы отправляем сообщения от одного сервиса до другого сервиса, в каждом сервисе есть, допустим, PersonRequest и одинаковые, абсолютно одинаковые, но сообщения не доходят, они попадают в скипеты, то есть, не знает MassTransit, собственно говоря, RabbitMQ, куда отправится сообщение. Суть сводится к тому, что у вас должна быть сборка, общая сборка, чтобы вот эти вот самые Rabbit, ой, прошу прощения, Person, вот этот вот реквест, был в определенной сборке, и он должен шариться на оба проекта, и тогда MassTransit отправит сообщение и доставит его до вашего сервиса, который должен его получить. Ну, надо сказать, что MassTransit ставится как Nuget пакет, в общем-то, у него на самом деле несколько привязок, он может работать и с RabbitMQ, то есть, сам MassTransit и MassTransit.Rabbit, например. Собственно говоря, там можете в Nuget пакетах поискать, давайте я вот так нажму, покажу, что пакетов там много, в том числе, вот это вот сам MassTransit, да, а еще есть, ну, давайте вот так я сделаю сейчас, нет, вот так я сделаю MassTransit, я просто покажу, каким он еще может быть использован, да, то есть MassTransit, вот смотрите, для RabbitMQ, MassTransit Extension, Dependency Injection, то есть, в Rabbit, в .NET Core он устанавливается очень просто, ну, также он работает с Афтофаком, в общем, здесь и дополнительные штуки по логированию, у него есть, на самом деле, очень удобная штука, ну, ну, и в общем, MassTransit использует этот корр, как раз для того, чтобы использовать его в SP.NET приложениях, также есть большое количество расширений, например, MassTransit может работать Azure Service Bus, MassTransit может работать с Quartz, если, конечно, знаете, что это такое, ну, и, в общем, есть и Structure Map, и MongoDB, как вы видите, их на самом деле очень много, есть ActiveMQ, это один из очередей, да, один из вариантов, и, в общем, уже, смотрите, их четыре, тут всякие applications, так, 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 какие тут еще есть у нас, вот, Amazon SQS, то есть, с ним работает с очередью, ну, как вы видите, достаточно серьезная штука, если учесть, что количество скачиваний восемь, почти девять миллионов, ну, в общем, это о чем-то говорит, ну, и, собственно говоря, с Rebbit'ом пять миллионов, в отличие, допустим, от, где-то тут здесь был, ну, допустим, это здесь, вы видите, всего лишь 300 тысяч, то есть, вот эта концепция, то есть, вот этот стек, да, MassTransit Rebbit MQ, она очень распространена, ну, я бы даже вам настоятельно рекомендовал использовать именно этот вариант, именно про него мы будем говорить, про этот вариант использования в следующих видео, ну, а здесь, собственно говоря, есть некоторые, некоторые варианты использования, да, если так можно выразить, сама Странзит, ну, во-первых, можно использовать InMemory, как я уже говорил, ну, это такой, знаете, ну, тестовый вариант, если хотите, ну, хотя и тестировать лучше на Rebbit'е, и, собственно, можно использовать его с Rebbit'ом, в общем, все сводится к тому, что ставятся там какие-то пакеты, и настраивается канал, смотрите, здесь все очень просто, да, Rebbit MQ, Create Using Rebbit MQ, этот Rebbit MQ, оказывается, куда он идет, Local Host, и настраивается Endpoint, то есть, то, куда будет отправляться, и тот, и тот, что будет получаться, да, то есть, то есть, так сказать, консумеры, которые будут получаться, здесь, на самом деле, я бы еще хотел высказать вот такую штуку, да, то есть, Масс Транзит достаточно хорошо и быстро развивается, конфигурации у него, на самом деле, несколько, к чему он может подключаться, в том числе, для SP Note Core, мы об этом обо всем поговорим, я бы сказал, еще хотел вот, что у нас есть, то есть, в Масс Транзите есть понятие Send Async, да, то есть, отправить команду, грубо говоря, и Publish Async, то есть, когда Send у вас получатель один, когда Publish, получателей несколько, но, эти уже нюансы, я думаю, мы оговорим чуть позже, да, когда будем непосредственно делать, какой-то код писать, в общем, суть сводится к тому, что я хочу сделать, ну, без использования Identity Server, просто парочку сервисов, да, или парочку-тройку, может быть, сервисов, которые смогут общаться между собой через RabbitMQ, RabbitMQ я буду ставить через, собственно говоря, докер, через имидж, чего, собственно говоря, и вам желаю, посмотрите информацию об этом, ну, я, наверное, с вами прощаюсь, надеюсь, что это видео было полезным, если так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну, и все такое, спасибо за внимание, и до новых встреч.